друзья всем добрый день меня зовут павел шумилов я автор канала акция китая china stocks сегодня нас 26 июня и мы как обычно поговорим что интересного происходит с экономика китая с китайскими компаниями итак какой сегодня у нас план посмотрим как проходили торги на этой неделе посмотрим что нас ждет на следующей неделе какая важная статистика пройдемся по основным китайским компаниям и и тфк веб еще посмотрим и поговорим о новостях которые у нас были на этой неделе самые важные и в общем такой план и так вся у нас неделя очень хорошо китай рос закрыли вот в рамках недель довольно-таки существенным ростом альбаба на 16 процентов выросла пиндуду на 12 и так далее электромобиль там вообще летали уже по 25 по 30 процентов эксперт на 30 процентов вырос в общем у нас такой существенный отскок произошел на чем нам новостях различных не столь важных я бы сказал больше на ожиданиях о том что экономика китай у нас будет восстанавливаться что с репрессией у нас закончилась и дальше будет все замечательно общем то на этом собственно только и росли к большому счету и мы росли гораздо лучше чем америка давайте вот сравним чтобы не быть голословным смп 500 за неделю ну например 9 там 10 процентов тоже как бы америка на сошел роса на этой неделе естественно но китай рос еще более существенными темпами по большинству компаний электромобилей на 30 процентов выросли он холдингс на 26 процентов в общем вот такие вот у нас дела были на прошлой неделе и конечно же это не может не радовать так давайте идти далее что у нас ждет на следующей неделе главным день будет четверг нас выходит индекс делаю активности в производственном и непроизносном секторе потом у нас в пятницу и да где активности в производственном сектору такая аксин выйдет независимый источник будет получается чем четверг и пятница наиболее такие важные не с точки зрения статистики в понедельник нас тоже небольшой объем данных выходит объем экспорта объема импорта например но эти данные не должны управлять сильно на рынок так что еще здесь можно добавить ну в целом конечно четверг нас наверное самый такой важный день да еще в пятницу у нас гонконг не работает поэтому в пятницу данных по торгам у нас не будет в телеграм-канале дальше по телеграм-канал хотела сказать мы как обычно ведем новостной обзор выходит нас новости по китаю каждый час практически и потихонечку разбираем различные компании от которые у нас через месяц появится доступ до для всех до гонконга вчера разобрал компанию мейтуан деталях и так постепенно будем разбирать все компании которые нас начинаются торговаться в гонконг который торгуется гонконге получит доступ россияне до этих компаний на гонконге чем заходите три грамм-канал если вас это интересует читаете смотрите так давайте идти далее пробежимся по основным китайским компаниям и еще разберем gtf club и так что у нас здесь можно сказать по технике как я предыдущие все выпуски говорил нас техника говорит за коррекцию мы уже на верхней границе этих каналов находимся но ожидание инвесторов о том что все у нас впереди будет хорошо сказываются на настроение и мы растем 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 хотя конечно вот с 8 июня например по 24 июня практически стоял боковике по к вебу но тем не менее мы не сделали какой-то там существенной коррекции на который бы который могла бы быть который могла бы быть да еще такой момент тоже сразу скажу может быть мы вообще будем находиться без коррекции если нас не будет каких-то негативных новостей выходить и у нас будет примерно вот ситуация как например вот здесь вот мая например апрель-май 2020 года когда и т.к. и все китайские компании плюс-минус одинаково себя будет вести роз 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 боковичок роз 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 и по индекса индикатором тоже просто будем находиться все это время верхней границы канала rsi поэтому такой вариант тоже возможно это бычий сценарий я ранее тоже об этом говорил что такое может быть поэтому возможно то что сейчас происходит мы и далее будем все долгое время находиться вот без коррекция это возможно но как бы по умолчанию она должна быть но если будет дальше выходить нас исключительно позитив отмена санкций еще надеюсь уже скорее бы уже увидеть эти новости по листингу китайские компании в америке чтобы они там все договорились уже наконец-таки тогда мы будем лететь 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 вверх без остановки без коррекции это нужно иметь ввиду особенно тем кто шортит и так давайте идти далее в общем поквы по и т.к. мы конечно же находимся на верхней границе на дневном таймфрейме и должна быть коррекция но не обязательно но не обязательно может быть мы и без нее пойдем дальше в рост на недельном таймфрейме здесь вообще никакой коррекции даже чтобы не подразумевается еще расти и расти из интересного момента конечно же то что у нас повышенные объемы пока я будут и вероятно невероятный факт здесь все зеленые свечки когда закупает закупает и ждем роста существенного по китаю ну давайте уже по китайским компаниям тоже про всем пройдемся первое алибаба начнем дневного дневного таймфрейма то же самое с как сквебом должна была быть коррекция но она не случилась да кстати тоже интересный момент мы дошли вот маме я на одном из видео бою что можно потрогать эту линию трендеров вот нисходящего и от нее оттолкнемся так примерно и случилось мы дошли до этой линии тренда под прошлого тренда и опыт тестировали и опять это росли тоже вычисленный хороший знак скажем так можем дальше расти ближайший уровень сопротивления 137 138 долларов но еще бы такой уровень даже сказал 120 долларов если мы его в понедельник например пробиваем и не ультаем сразу вниз то уже пойдем на 137 149 и далее в общем есть вероятность для роста хотя конечно же я все-таки вот по технике если говорит о коррекции должна быть но вот как я сказал сказал недавно показал примеры вот по львоба давайте посмотрим как это было вот дневной таймфрейм у нас так вот и мы растем растем коррекция а вот вот здесь уже у нас очень долго и долгий рост мы все время были верхней границы диапазона rsi поэтому не исключено что у нас сейчас будет нечто подобное несколько месяцев проходить почему бы нет после такого длительного падения очень может быть отказа такая ситуация долгонахождение без коррекции так ну в общем по технике коррекция должна быть но не обязательно вот примерно такой смысл моих слов на неделе на таймфрейме нам еще расти и расти и расти здесь еще никакой коррекции даже не должно пахнуть так все что здесь интересно мы подходим к двухсот дневный сказать и средний поле баба если мы ее пробьем то это тоже будет очень такой бычий сигнал ждем этого момента и возможно у нас случится на следующей неделе если у нас тоже будет растущая по китайским компаниям так давайте идти далее следующая компания дреди ком постараюсь сейчас быстренько пробежаться тут наверно нет смысла по каждую компанию долго рассказывать у всех плюс-минус одинаковая ситуация мы должны скорее пройти были коррекцию но ее не состоялось по сути мы вот с 8 июня в буковичке стоим по джиде ком тоже тоже мы приближ приближаемся 200 дней на исходящей средней и пробьем и дальше можем существенно расти нисходящий тренд у нас уже словно нас уже восходящий тренд начинается по этой компании индикаторы у нас конечно говорят что должна быть коррекция но я думаю что так как и пока по алибаба и по и тв в целом в общем примерно одинаково будет скорее всего будем расти без коррекций какое-то время есть нас будет и далее позитивные новости выходить китаю так на недельном таймфрейме давайте посмотрим здесь тоже есть еще куда расти 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 все за позитив скорее всего по китайским компаниям так следующая компания пин дуду так на дневном таймфрейме не должны конечно же скорректироваться на коллекции это так нету потому уже выросли с 12 мая на 108 процентов пин дуду это вообще одна из моих любимых акций я про неё много много раз говорил наверное вы уже запомнили про нее общем это мой такой любимчик можно сказать потому что компания очень растущая и в нем все замечательно и компания в этом году вышла на прибыль наконец-то поэтому здесь нужно было ее покупать ее покупал и писал об этом телеграм-канале кто следит тоже для вас это не новость ладно общем пин дуду у нас должна скорректироваться на коллекции нету это говорит о том что и мы дальше можем расти без этой коррекции ближайший уровень сопротивление районе 70 долларов если мы его проходим тоже идем на сотку интересный момент и мы здесь прошли 200 дней на скользящую среднюю уже выше нее находимся и это конечно же тоже за рост что еще можно показать вот например вот мы вышли вот здесь в августе 19 года выше 200 дней на скользящий средний и потом вот что было поэтому возможно сейчас у нас тоже такая же ситуация будет мы выйдем немножко покопимся и потом полетим вверх я бы не исключал такую ситуацию так ладно в общем на дневном таймфрейме мы хотели должны делать коррекцию но и возможно не будет на недельном таймфрейме тоже нам еще есть куда расти и в общем думаю ближайшее время мы увидим сотку по пин дуду давайте идти далее следующая компания вип-шоп тоже наконец-то она растет ура ура на недельном таймфрейме у нас есть еще куда расти на дневном таймфрейме давайте тоже посмотрим да здесь тоже должна быть коррекция но который так и не происходит потому что все верят и дальнейший рост китайских компаний экономики китай и так далее тоже позитивный момент мы прошли 200 дней на скользящую среднюю это тоже за дальнейший рост общем позитивчик позитивчик прямо такой существенный позитив ну вот смотрите например вот мы выходим ходим выше 200 дней на скользящий и растем выходим выше и растем уходим вниз и долго-долго падаем и поэтому здесь тоже мы можем потом увидите вот такой рост например тем же ну 28 32 доллара можем сходить в вип-шопу в течение года полутора почему нет так в общем здесь я все посмотрел неделька у нас еще за рост дневка требует конечно коррекцию но ее нету и надеюсь и не будет так давайте идти далее следующая компания баузу 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 что у нас здесь то же самое всех компаний техника говорит коррекцию но предыдущий период смотрим как это бывало понимаем что можем долго находиться вот в восходящем тренде без коррекции вот например семнадцатый год мы росли 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 и здесь мы все время в верхней части роса находимся поэтому такое может быть и этому не надо удивляться а что здесь можно добавить на недель на недельке у нас еще очень большой потенциал рост компании баузу накуда мы можем например дорасти ну например 18 там 20 долларов примерно думаю это у нас такой существенный уровень будет сопротивление так ну давайте идти далее следующая компания байду что здесь нас можно сказать по графику так на дневном таймфрейме то же самое мы находимся в верхней границе сай на зеленые свечки пока еще не говорят о развороте поэтому можем и дальше расти с 8 июня мы находимся в боковике была попыточка коррекции и дальше пошли расти что еще здесь сказать ну вот уровень сопротивления в районе 160 долларов будет мы вышли выше 200 дневный скалящий средний то есть вот здесь у нас была попытка это выхода мы ушли вниз сейчас мы опять это сделали и то же самое вот уходим выше и можем видеть вот такую ракету и думаю что примерно так и будет особенно если мы увидим новость долгожданную по поводу лично китайских компаний вот на этом фоне мы и сделаем эту ракету по всем китайским компаниям и техника в этот момент будет не работать просто будем переть переть и переть что здесь еще ну да недельку давайте посмотрим что здесь на недельке за рост абсолютно точно ну на дневке до требуется конечно коррекция но я может быть и не быть давайте далее тем следующая компания били-били так дневной таймфрейм ну здесь конечно гораздо больше нужно еще вырасти до 200 дневных клячьей средней из пока еще этого далеко до этого компания вообще на буковичке стоит большому счету и сейчас подходит к верхней границе этого буковика равен 30 долларов так что еще можно добавить били-били тоже скорее всего как и все китайские компании будет расти если соответственно увидим этот рост по всему китаю индикатор у нас тоже мы находимся в верхней границе канала и это конечно же за коррекцию если будет расти весь китай будет и били-били расти на недельке у нас били-били за очень существенный рост думаю что он у нас и собственно произойдет так давайте идти далее следующая компания у нас hello group она нас самая грустная компания наверное из тех которые мы разбираем может быть одна из самых грустных никак она не может начать расти нормально все время и прибивают прибивают хотя компания неплохая по фундаменталу что здесь можно сказать по индикаторам вообще индикаторы по моему отличаются от предыдущей компании здесь у нас прошла коррекция мы в нижней границе диапазона rsi красные свечки ну наверное ждем какого-то события по hello group чтобы начался этот рост возможно вот те самые как раз момент то что у нас к видны и все проблемы в китае проходят возможно это у нас будет позитивом для мама для hello group потому что знакомство опять начнут расти в китае и это скажется на прибыли выручки компании hello group думаю что это вполне такой вариант на чем мы можем расти по hello group это именно борьба это что мы победили этот самый к вид но не мы их китай конечно же до новости и у нас идут хорошие то что в пекине открываются школы и в общем там пишут что китай победил коронавирус в шанхае и в пекине надеюсь что это и скажется конечном итоге положительно для hello group в общем здесь hello group я бы жда уже роста как минимум вот к этому верхней границы этого многолетнего клина в районе 6 долларов ну 6 половин долларов примерно вот сюда и ждем когда уже начнется прям существенный выход вверх по компании hello group на недельный таймфрейм у нас здесь на дне все болтается даже вот не начался этот рост как по предыдущим компаниями которые мы разбирали немножко погрустнее конечно где-то momo давайте идти далее следующая компания joy я говорил что где-то вот я покупал акции joy и у нас дивиденды вышли плюс рост поэтому я сейчас уже в приличном плюсе по этой компании не знаю может быть в районе 42 я ее конечно и продам посмотрим посмотрим что у нас будет в целом по китайским компаниям происходить думаю здесь очень удачно я в принципе зашел и дивиденды получу и но я дивиденды получу то что через тракте брокерс работают а мне таких проблем как вот в россии до с российскими брокерами и всеми этими акциями индикатор у нас на неделе на таймфрейме по joy за существенный рост так что еще можно добавить да но тоже вот joy у нас получается выглядел хуже чем китайские компании других которые мы рассматривали и 10 дико то уже за рост говорят на недельки тоже все за рост здесь еще даже как будто и не начинали расти почему-то joy и мама у нас отличаются от предыдущих компаний так танцент 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 что здесь можно сказать ну мы тоже росли это примерно с 8 9 июня мы примерно там находимся то есть последние две-три недели мы в быковичке находимся ну по большинству китайских компаний на самом деле но и это хорошо это значит что коррекции не было и можем продолжить этот рост и далее по индикаторам здесь еще есть небольшой потенциал роста танцент у нас на гонконге торгуется и та же компания которая просто очень классная и про нее думаю мы будем гораздо больше в будущем рассказывать потому что это одна из тех компаний про которые которая будет доступна для торгов для граждан россии через санкт-петербургскую биржу так давайте что еще посмотрим да на недельки на недельки у нас здесь тоже за рост на дневки за такой небольшой рост вообще коррекцию уже пора бы но можем как я многократно сегодня сказала можем расти и без этих коррекций был бы позитивный фон и может это происходить тем месяцами вот например на цент у нас марта двадцатого года рос и все время мы находились в верхней границе диапазона rsi может быть тоже сам у нас сейчас предстоит ближайшие несколько месяцев или можно даже год посмотрим так давайте эти далее следующей компании или авто ну тут просто вообще какая-то ракета космос и я даже не знаю я в это уже не инвестирую но это такая чисто спекулятивная сейчас уже игрушка мы с мая 10 мая выросли на сто четырнадцать процентов и последние дни просто так вот ракета ракета это все у нас растет на том что различные новости по китаю идут то что будет поддерживаться сектор электромобилей автомобиль строения и вот на этом у нас растут китайские компании электромобильные ну ребята вот здесь я точно же не покупаю вы здесь рассматривал эту идею хотел пониже все-таки в районе 16 долларов взять но ладно 5 в любом случае меня или авто не уэкспенка есть позиции я держу и верю но скажем так верю перспективу лет пяти десяти что они вырастут существенно ну вот сейчас пока пока бы здесь я бы уже не стал покупать не для спекуляции не для долгосрочной позиции естественно долгосрока я в район 16 долларов бы хотел еще взять ли авто но по индикаторам здесь просто очень требуется коррекция несмотря ни на что так сказать то есть даже если китай будет расти прям тут какая-то коррекция обязана быть на мой взгляд но я не удивлюсь если мы полетим опять на 47 долларов и там уже откуда будет оттуда будем корректироваться 37 или 25 посмотрим на неделю на тайм-фрейм нас ли авто тоже уже в том месте где потенциал роста очень ограничен и я бы здесь точно не покупал так давайте идти далее следующая компания не он тоже у нас конечно существенный рост сочи высыпает компания но здесь еще на недельном таймфрейме есть потенциал для роста на дневке конечно тоже требуется коррекция но скажем так если уж и выбирать то я бы сейчас купил лучше него чем ли авто так что здесь еще можно добавить подходим и к 200 дневной скалящей средней я если пробьем то можем и лететь далее кстати давайте посмотрим но наверняка я тоже двухсот дневную да давно уже и поскочил и после этого ракета случилось вот не проскакиваем и плюс сколько-то 45 процентов словно говоря дело ладно так вернемся к нилам на дневном таймфрейме нам нужна коррекция на недельке мы еще можем продолжить свой рост следующий компания xpeng тоже у нас такая ракетища была на этой неделе это же как и по него нам еще есть куда расти на недельном таймфрейме но на дневке конечно же нужна коррекция да и здесь бы я уже пока не покупал конечно по таким уже ценам вот из всех трех мне лично вот исключительно по цене кажется наиболее интересно сейчас не у или авто я бы точно не стал брать xpeng ну такое крыло можно но лучше тогда уж не у него потенциал роста больше так и последняя компания которым все не разберем the location компания у нас последние несколько недель стоит примерно в одном и том же диапазоне никакой 5 долларов не пробьем но когда мы пробьем эти пять долларов мы полетим уже на 11 это плюс там сто процентов примерно стекущих до 100 120 процентов думаю что такой сценарий как раз и произойдет ближайшие ближайшие месяц или два смотрим что здесь еще можно сказать 100 200 дневную следующую среднюю мы прошли мы выше нее и думаю что у нас здесь ожидается существенный рост после пробития 5 долларов но соответственно если не пробьем то скорректируемся примерно к трём с половиной и там дальше уже вероятно продолжится этот рост но надеюсь что у нас этот рост будет без коррекции те в общем я лично верю в этот сектор и он конечно же сильно пострадал но я думаю что красот образование у нас и будет хиповать неизвестно на чем но я думаю что будет так в общем технику мы разобрали какой можно сделать вывод по тех анализу по китайским компаниям несмотря на то что по индикаторам мы сейчас видим такой момент что должна быть коррекция она должна быть чем неделю назад две недели назад но она у нас не происходит это бычий знак это бычий сигнал мы можем и далее продолжать рост без коррекции раньше такое многократно было я думаю что мы можем даже несколько месяцев подряд расти без коррекции на чем можем расти китай может много чего еще хорошего сделать что-нибудь отменить договориться с американцами по листингу в китайской компании в америке решить вопрос и различные варианты развития экономики смягчения дкп и так далее китай за эти полтора года столько нагородил что и можно просто все отменять то хинею которые не творили и расти расти лететь лететь думаю плюс минус мы что-нибудь такое увидим кстати говоря мы сейчас уже переходим к новостному блоку я ранее многократно говорил что мы начнем расти когда даже сам сидим пин скажет что-нибудь типа того что экономика важна и давайте расти и развиваться и вот переходя к новостному блоку сидим пин подтвердил цель роста которая по мнению аналитиков недостижима и зачитываю детали этой статьи председатель кнр сидим пин пообещал достичь экономических целей на год даже несмотря на то что подход правительства борьбе со сушками ковид слабый рынок жилья делают цель роста недостижимой программной речи на виртуальном бизнес-форуме брикс оси заявил что китай цитата усилит корректировку макроэкономической политики и примет более эффективные меры чтобы стремиться к достижению целей социально-экономического развития на 22 год и минимизировать последствия ковид-19 это первый комментарий высокопоставленных политиков о стремлении достичь экономических целей на весь год за последний месяц написал заметки экономисты голдман сакс мэгги вэй хотя восстановление рост по видимо ускорилась в июне за исключением значительного смягчения политики мы считаем что цель примерно 5 с половиной процента роста ввп остается чрезвычайно сложные в этом году речь и встреча под руководством си добавили к обещаниям китайских лидеров на этой неделе поддержать экономику пострадавшую от ковид-19 и я ранее говорил что мы дождемся того момента когда си скажет что экономика важно вот это именно это вот понятно что они скажут что я мудака там натворил делов естественно никто такого не скажет но то что он сказал по сути он сказал что экономика важна а это значит что мы увидим смягчение китая дальше по всем моментам которые они вот за полтора года натворили я думаю что это будет именно так мы увидим и дкп смягчения и пославление различных секторах поэтому думаю что у нас уже не просто разворот а вот уже сейчас нас рост идет идет и идет и поэтому мы будем расти по китайским компаниям без коррекции какое-то время вполне возможно ну техник конечно за коррекцию но новостной фон видите какой у нас и надеюсь что позитивчик а дальше у нас будет преобладать ладно в общем я просто акцентирую внимание на новость потому что я об этом говорил еще много времени назад и часто в комментариях были такие мнения что мы такого никогда не увидим вот увидели ладно давайте идти далее следующая новость сети групп прогнозируют 16 процентный потенциал роста индекса хансинг поскольку корпоративные доходы и прогрессы в области вакцинации в китае укрепляют доверие рынка вот так у нас все все перебива переубиваются по китаю так по данным сети групп акции гонконгских голубых фишек могут вырасти на целых на целых 16 процентов во второй половине этого года благодаря более высоким корпоративным доходам в то время как новые разработки вакцин снижают риски блокировки ковид-19 американский банк прогнозирует что индекс хансинг достигнет 24 400 пунктов при этом большая часть плохих новостей глобальной инфляции и процентных ставках уже учтена в цене рассказал стратег по акциям китая пьер лау он добавил что опасения по поводу роста федеральной резервной системы сша могут достичь пика примерно в три четверти цикла ужесточения ставок по его словам компания материкового китая который доминирует на эталонном и более широком фондовом рынке гонконга вероятно получит более высокую прибыль поскольку пекин чтобы укрепить экономику деловой уверенности после своих отчетов о производстве и потребления в апреле то есть будет работать чтобы все было хорошо и китай достиг целевого показателя 5,5 процентов роста чем собственно сид сибирьбин и заявил в общем такие у нас новости далее следующая новость ангрупп подаст заявку на ключевую лицензию уже в этом месяце по словам людей знакомых эти вопросам ангрупп который принадлежит джек ума и на одну треть пример это компания либо бань готовы подать заявку на ключевую финансовую лицензию уже в июне что является признаком того что ее длительный длительный капитальный ремонт после провала листинга в двадцатом году приближается к удовлетворению финансовых регуляторов китая народ банк китая намерен принять заявку ант на статус финансовой холдинговой компании как только она будет подана а затем начнет процесс рассмотрения который может занять несколько месяцев заявили люди попросившие не называть их имен должностные лица изучат устойчивость капитала и бизнес-планы ангруппа также соблюдение требований акционерами и высшим руководством перед окончательным утверждением ант неуклонно продвигается вперед в своей работе по исправлению положения соответствия с нормативными требованиями включаем подготовку материалов для подачи заявки на создание финансовой холдинговой компании за ее представитель компании в ответ на вопросы по электронной почты у нас нет графика подачи этой заявки ответили в ангрупп тоже важный момент у нас весь китай начал падать с того момента когда айпио ангрупп заблокировали поэтому все действия которые ведут к разрешению айпио ангрупп это будет означать то что мы вступаем уже прям такой рост рост существенный рост компаний а поэтому это очень важно следующая новость китай утвердил план здорового развития финтех сектора председатель кнр си цзинпин провел совещание на котором было одобрено содействие здоровому развитию платежного и финтех секторов что является признаком того что широкомасштабные репрессии против технологических компаний таких как опять же ангрупп могут ослабить заседание центральной комиссии по углублению общей реформы также поддержало усиление регулирования основных платежных систем платформ сообщала сообщил государственная телекомпания центральное телевидение китая добавив что компаниям будет предложено вернуться к своим корням в то время как власти будут улучшать регулирование по данным cctv в рамках планов китая обеспечит безопасность платежные финансовые инфраструктуры а также будет работать над предотвращением и устранением системных финансовых рисков правительство также усилит надзор за финансовыми и холдинговыми компаниями финансовыми учреждениями которые инвестируют платформенные компании в общем тоже один из моментов говорящий о том что репрессии подошли концу и как-то они пытаются уже найти общий язык с этим бизнесом сектором чтобы сектор продолжил развиваться здорово здорово на план здорового развития и последняя новость на сегодня ес и китай намерены провести переговоры в ближайшие несколько недель по словам посла блока в пекине европейский союз и китай планирует две встречи на высоком уровне ближайшие недели но переговоры должны решить реальные двухсторонние проблемы и принести ощутимую пользу обе стороны проведут диалоги на высоком уровне по экономике климату и окружающей среде цитата надеюсь в ближайшие несколько недель за его посол европейского союза в китае николя шапюи в интервью телевидению блумберг в пекине мы продолжаем настаивать на взаимодействии и решение имеющихся проблемы решать проблемы а не заметать их под ковер переговоры следует последует за саммитом в апреле который жозе баррель главный дипломат есть назвал диалогом глухих с китаем отказывающимся обсуждать права человека и другие вопросы в отношениях по словам шапюи в то время как китай настаивала на возобновление экономического диалога и продолжение сотрудничество сторон борьбе с изменением климата то есть европейцы говорят у вас там проблемы когда говорят давайте уже как-то по делу про экономику и про бизнес поговорим хотя не хотят в общем такие вот у нас новости тоже мне кажется это важный момент потому что европейского союза сейчас проблемы большие связанные с военными действиями на украине и китай сейчас имеет более выгодную позицию для переговоров с европейским союзом есть нужно какие-то делать действия которые улучшат его экономику китай может с этим помочь скажем так но договорятся они или нет посмотрим но китай сейчас лучшие переговорные позиции это тоже хорошо для китая для в итоге наших китайских компаний которыми мы здесь рассказываем торгуем и так далее итак если подвести новостной фон если провести выводы по теханализу что можно сказать сам си цзинпин заявляет о том что экономика важно в той или иной формулировки и это может говорить о том что мы увидим дальнейшее послабление смягчение дкп какая-нибудь отмена или переделка различных ограничений для бизнеса чтобы экономика восстанавливалась чтобы появлялись рабочие места чтобы китай дальше пер как и пер до этого поэтому я надеюсь это очень позитивно скажется на наших китайских компаниях на их ценах и мы увидим ракету китай будет дальше лететь надеюсь что у нас уже не просто случился разворот а уже цикл роста начался не будем наблюдать за этим далее телеграм-канале мы будем разбирать все китайские компании которые нас в ближайшее время через месяц появится доступ для всех граждан и другие компании которые появятся тоже будем тоже разбирать поэтому заходите в телеграм-канал там у нас активное комьюнити сообщества людей которые инвестируют в китай и держатся все эти полтора года и инвестируют и ждут ракету и обязательно дождутся на этом все всем спасибо за просмотр и увидимся на следующей неделе